Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем канале Сладкий Персик. Если вы хотите быстро и вообще без заморочек наготовить целые тазики новогодних салатов, то обязательно смотрите это видео до конца, потому что сегодня я расскажу про блендер, который помимо своих основных функций, в виде измельчить, еще может и лед наколоть, и оливьешку нарезать. И мы, как обычно, вместе с вами его протестируем, и вы своими глазами все сами увидите. А еще в конце видео вас ждет промокод на скидку. Итак, обзор на блендер Brown Multiquick 9, полное название можете прочитать в титрах. Ну что, давайте посмотрим комплектацию. Что здесь есть? У нас есть вот такая вот чаша. Это кухонный комбайн объемом 2 литра. К нему есть, вот здесь вот стоит пластиковая насадка для замеса теста. Дальше вот такая вот насадка-измельчитель. Обратите внимание, что она приехала в пластиковом чехле. Очень удобно. И хранить, мне кажется, так же тоже можно, чтобы никто не поранился. И дальше здесь есть еще 5 вот таких вот насадок. Вот таких вот. Это у нас 2 разные насадки для нарезки тонкой крупно. Дальше 2 насадки для измельчения тонкой крупно. И насадка для нарезки соломкой. Для этих насадок вот такой вот держатель. И диск для нарезки картофеля фри. И вот эта вот штука, это ось диска, чтобы в принципе комбайн этот собрать. И переходим теперь к блендеру. Здесь у нас непосредственно сам блендер с чашей-измельчителем. Для нее у нас вот такая вот насадка-измельчитель тоже в чехле. И специальная насадка для колки льда. Вот они загнутые, ножи наверх. Очень интересно потестировать. Дальше у нас штука-насадка для погружного блендера, которая правильно называется стержень Active Blade. Венчик для взбивания. И мерный стакан объемом 600 мл с крышкой. Короче, очень много всего. И если честно, я всегда мечтала о кухонном комбайне, потому что не очень люблю резать ножом, если честно. Но кухонный комбайн полноценно занимает много места на кухне. А вы, как знаете, у нас кухня не очень-то большая. А блендер занимает сильно меньше места. В общем, этим блендером можно сделать вообще все. И нарезать, и измельчить, и взбить, и смешать. И насадки здесь легко меняются. Ну, вы и сейчас сами увидите. Сейчас я вам быстренько дам еще нужную информацию об этом блендере. И потом мы с вами вместе протестируем все насадки. Что в нем хорошего? Первое – это комплектация. Второе – это внешний вид. Дизайн у блендера классный, минималистичный. А я люблю, когда все красиво и стильно. Третье – это мощность. Здесь, во-первых, двигатель мощностью 1200 Вт. Во-вторых, есть технология Active Power Drive, повышающая производительность до 60%. Четвертое – движущиеся ножи. Если у вас есть блендер, то вы наверняка знаете, что иногда в нью, вот здесь вот на дне чаши, остаются неизмельченные кусочки продуктов. Так вот, с этим блендером такого не бывает. Потому что здесь есть технология Active Blade, и ножи двигаются вверх и вниз. Пятое – здесь есть три режима. Благодаря технологии iMode можно легким движением выбрать один из трех скоростных режимов. Низкий – для мягких ингредиентов, высокий – для твердых, и режим пульс – для равномерного измельчения и колки льда. Ну что, а теперь давайте протестируем все насадки вместе с вами. Первым делом мне прям очень ухота протестировать насадку для колки льда, потому что такой штуки у меня еще не было. Мы ее устанавливаем в чашу измельчителя, отправляем туда лед, Закрываем. Интересно. Так, вот такие кнопочки красивые мигают. И... Ого! Просто три секунды, и у нас крошка из льда получилась. С ума сойти. Это просто огонь. Ладно, тестируем следующую насадку. Сейчас я вот это вот все вытряхну, и будем с вами тестировать насадку-измельчитель. Насадку-измельчитель достаем из чехла. Из чехла. Устанавливаем. Здесь я измельчу засохшее овсяное печенье, оно такое достаточно твердое, и как раз оно сюда уместится. Кладу. Закрываю, снимаю с блокировки, и поехали. Что, все? Я думала, там надо будет лопаточкой, как обычно, вот это вот все сгребать, а у нас уже крошка готова. Вот и панировочные сухари, получается. Удобно. Дальше я предлагаю протестировать погружные насадки. Вот это вот, которое у нас, как называется, Active Blade, и вот этот венчик. Начнем давайте с венчика, и можно легко что-нибудь быстренько смешать, тесто, например, какое-нибудь жидкое для блинов, или взбить. Я вот сюда разбила уже яйцо, и сейчас в мерном стакане мы это все взобьем. Взбивает. Все как обычно. Все хорошо. Дальше насадка легко меняется. Вот этими, здесь такие две кнопочки. И мы ставим насадку-измельчитель. Давайте тоже измельчим овсяное печенье. У меня там оно засохло. Как раз потестим. Берем наше дубовое печенье. Пополам. Ой, разломлю. Берем насадку, ставим, снимаем с блокировки и включаем на максималки. Готово. Крошка. Мы тут устроили, конечно, немножко беспорядок на кухне. Это мы так тестируем. Но вообще орехи или какое-то такое жесткое печенье лучше измельчать все-таки в стакане. Измельчитель и с крышкой. А погружную насадку удобно использовать, например, для супа-пюре или для чего-то, что нужно, точнее, необходимо измельчить в кастрюле, когда нет возможности перелить в измельчитель. И дальше мы с вами будем тестировать комбайн. Это для меня самая интересная часть, потому что комбайна у меня еще никогда не было. Берем. Он у нас большой. Для оливьешки хватит. Так, и я хочу начать с самого сложного. Открыть. Здесь есть две кнопки, оказывается. Так, мы его открываем. Насадку для теста для замешивания мы уберем. Поставим сразу измельчитель. Посмотрите, он какой большой. Намного больше, чем в блендере. И я хочу сейчас сделать кое-что очень интересное. Я хочу попробовать измельчить целое авокадо вместе с кожурой и вместе с косточкой. Косточка здесь большая, и это, мне кажется, классный тест. Кладем авокадо сюда, накрываем и включаем. Кладем. Закрываем. Ставим в блендер. Так. Разблокирую и включаю. Не успела. Так. Так. Сколько я держала? Секунд 10? И кажется, там уже все готово. Я посмотрю. Снимаю быстренько. Очень интересно. Очень интересно. С ума сойти. Измельчилась вместе с косточкой. Ааа. Вот это да. Просто 10 секунд и все. Вот эту насадку для замешивания мы с вами тестировать не будем, пожалуй, ну, потому что она универсальная, точно такая же, как стоит там в любом блендере, для замешивания теста. Что-то, если нужно, быстренько перемешать. Ну, тут, я думаю, просто ничего интересного не будет. А вот, вот эти вот ножи, насадки для терки, для резки картофеля мы сейчас с вами обязательно потестируем. Я сполоснула чашу. Теперь собираем. Значит, ставим туда конус сначала. Так, теперь берем вот этот вот держатель и давайте сначала потестируем насадки для резки. Возьму вот такую, она вроде бы для крупной нарезки, устанавливаю ее сюда, устанавливаю в чашу. Отлично. Теперь накрываю крышкой. И смотрите, еще здесь есть толкатель для продуктов и очень удобно, что толкатель здесь с мерными отделениями. То есть не просто какая-то пластиковая штука ненужная, а еще и можно использовать в хозяйстве. Ну, как-то удобно. Так, дальше ставим блендер. Я сейчас его... Ой, наверное, сейчас его переверну, чтобы вам было лучше видно. Так, должно быть хорошо видно. И дальше пробуем. Я первый раз, поэтому интересно самой, как это все получится. Ставим, значит, туда огурец, накрываем толкателем и сейчас буду включать. Кружочками нарезал. Просто секунда и огурец нарезался кружочками. Боже, это счастье, больше резать не буду никогда в жизни, мне кажется. Сейчас я покажу, как это все выглядит. Просто супер, вы посмотрите. Прям кружочки. Обалдеть. 2 секунды или даже меньше все нарезано. Очень интересно попробовать и другие насадки теперь. Интересно, у меня хватит огурцов? Нет. Теперь мы с вами потестируем такую же насадку, только которая режет потоньше. Потоньше. Буду ее тестировать на морковке. Чашу споласкивать сейчас не буду, потому что смысла нет. устанавливаю также на диск. Ставим все. Вы помните, да, как это делается? Ставим, накрываем. Берем морковку, кладем. Просто мне очень нравится, конечно, так готовить. Это шикарно, я считаю. и смотрим у нас, что получилось. Смотрите, что у нас получилось. Очень тонко нарезана морковка, опять-таки, за пару секунд. Я даже не шучу, потому что вы сами видели, как это быстро происходит. Вот такая вот тончайшая морковь у нас получилась. И сейчас мы сравним ее с огурчиком, который мы резали на этой же насадке, только для нарезки потолще. Посмотрите. Разница есть, учитывая, что морковь намного плотнее. Мне очень нравится там готовить. Это шикарно. Дальше. Смотрите, вынимаем мы с вами насадку. Вот очень легко, так вот надавил, и она вышла. Ставим другую. попробую насадку для измельчения, которая по факту насадка для нарезки. Возьмем вот эту покрупнее. Сначала вот эту сторону поставить. Возьмем опять нашу морковку, ставим. и у нас получилась практически терка. Посмотрим сейчас. Дальше мы поменяем с вами насадку и попробуем так, поставить для мелкой нарезки, вот для такой. И сейчас я вынимать ничего не буду, потому что когда готовишь салат, если нарезка одинаковая, то смысла нет ничего вынимать. В принципе, можно продукты по очереди просто измельчать и все. Берем. Опять секунда и все у нас натерлось. Даже не знаю, что больше не люблю резать или тереть. аккуратненько достаем и какая красота вообще. Желтую морковь мы с вами натирали на мелкой терке, насадке точнее, а красную на крупной. Вот видно, что между ними есть разница, и это, ребята, очень удобно. Нам осталось с вами проверить еще две насадки. Мы сейчас с вами поставим насадку для шинковки. Все как обычно, вы уже помните. Отправляем морковку. У меня, кстати, желтая морковь, очень вкусная. Разблокируем и готово. Мне кажется, мой дедушка бы обрадовался этой насадке, потому что он любит все шинковать. Вот такая у нас получается красота. Я подготовила картофель. Мы сейчас с вами протестируем насадку для картофеля фри. Вот так вот она выглядит. Так. Берем картошечку. Она у меня была большая, поэтому ее пополам разрезала предварительно. Кидаем и дальше все как обычно. Вы уже знаете. Все! Давайте вторую еще. Я так быстро картошку еще никогда в жизни не нарисала. Посмотрим, что получилось. Вот такая красота. Картофель фри я не готовлю, а вот если мне нужно будет сварить картошечку для запеканки, например, или пожарить, эта насадка тоже подойдет. Красота получилась просто за секунду. Посмотрите, какая у нас разная получилась нарезка. И все буквально за несколько секунд и одним прибором. Мне кажется, это очень здорово и невероятно удобно. Уж поверьте. Вот такой у нас сегодня с вами получился обзор. Я считаю, что если вы любите готовить, или, например, если не любите, но вам приходится это делать, то такой блендер просто лучший помощник на кухне. В описании к видео я оставила ссылку на него. Можно зайти, почитать подробнее и заказать. А еще там же оставила ссылки на соцсети Браун. Для заказа обязательно используйте мой промокод персик10, который дает вам скидку 10%. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в комментариях, мы с удовольствием на них ответим. И всем пока! Увидимся на следующих обзорах. Пока! Пока!